Добрый день, друзья! Меня просят немножко подробнее рассказывать о тех книгах, которые я пишу, выпускаю. Какие-то у меня лежат еще в резерве. Вот я сейчас допечатал тираж книжки Болота XX века. Вот она. Вот здесь на обложке тонущая скульптура Давида, известная скульптура Микеланджело. На обороте тут такое чертовское болото с птицами и короткая аннотация об авторе. Книжка представляет собой очерк о Веймерской республике по мотивам сочинения Альфреда Розенберга «Болото». Мне попалась эта книга, она готическим шрифтом отпечатанная. Я понял, что она никогда не издавалась на русском языке, никогда не переводилась. Ну и запрет был на этот перевод. Мне довелось ее прочесть и сделать такой авторизованный пересказ. Поскольку цитировать у нас все запрещено, какие бы ни были цели, у нас запрещено цитировать все то, что вызывает как раз жгучее любопытство и интерес, каким же образом образовалась нацистская Германия, в чем же была ее идеология. Ведь у нас все борются с фашизмом, не зная ничего о фашизме, а на самом деле о нацизме, о нацистской социалистической идеологии. Какая она была, какие там были течения. Но эта книжка вообще не об этом, потому что такой небольшой томик «Болото» Розенберга вышел двумя изданиями в конце 20-х годов и, собственно, соединил его публицистику 20-х годов, которая представляет из себя обычно большую пространную цитату из какой-нибудь газеты леволиберальной или социалистической и короткая какая-нибудь такая ироничная фраза. И очень редко какое-нибудь размышление. Вообще никакой идеологии. Никакой. Это как раз портрет эпохи, очерк об эпохе. И я провел сравнение. Вот есть написано в конце 20-х годов 20-го века и что у нас в начале 2020-х годов 21-го века. Получается, все очень сходно. И причем сходно не только с Россией, но и с другими уголками света, в которых кризис только усугубился. То есть то, что виделось как ужасный кризис в начале 20-го века, оказывается многократно преувеличенным кризисом 21-го века. То есть все было предрешено, предсказано, показано. А мы остаемся как будто бы не при делах, как будто мы этого не знали. Ну, в том числе мы не знали этого из-за большевистской и потом постбольшевистской либеральной цензуры. Более жестокой и бесстыдной цензуры, я думаю, человечество не знало. Не то, что наша страна, человечество не знало столь бесстыдной цензуры, которая существует сейчас. С всеми этими запретами и так далее. То есть исследовательская работа по 20-му веку по Германии запрещена полностью. Поэтому я сделал пересказ, а не перевод. И у меня очень скромные тиражи, которые я распространяю самостоятельно, как авторские экземпляры. Их очень небольшое количество. Кто захочется, может заказать. И вот одна из глав называется «Негромания». Ну, африканомания можно было бы назвать. То, что сейчас развернулось в Black Lives Matter, то было и тогда. Вот, читаем. Сегодня чернокожим мужчине из Мадагаскара нужно в Берлине только подать заявку, чтобы мгновенно стать немцем. По крайней мере, так думают наши демократы. Но сам негр, пишущий эту заявку, имеет в своем теле гораздо больше чести, чем какая-нибудь марксистская или демократическая душа, которая ввиду достижений сегодняшней духовности еще и нагло надувает щеки. Негритянский актер, называющий себя Джон Ричардс, любезно дал аудиенцию парню по имени Дора Хой и рассказал о своей карьере. Негр завершает свой рассказ словами. В Америке у негров дела идут плохо. Официанту в ресторане не разрешается открывать нам двери. И они плохо слышат, когда мы что-то заказываем. В Южной Америке негры не могут ездить на трамвае. Я не могу поехать в Америку. Также я был изолирован в Гамбурге. Я европеец, говорю на четырех европейских языках. И, к сожалению, забыл наш язык Эви. Вопреки мировому порядку, я гражданин Пруссии, немец. Но решительно считаю себя в основном негром. И все это печатается в еврейском журнале, в Венском, Бюне. 1926 год. Мы видим, что уже что-то такое было. Что у нас появлялись немцы, которые одновременно считали себя неграми. И даже в большей степени неграми. По правовому статусу немец, а по самоощущению негр. И сейчас в Америке это дело совершенно обычное. То есть полное отделение от политической нации. Вот это движение, которое фактически превратило Америку в территорию гражданской войны. Конечно, оно отлично профинансировано. Кому-то это очень нужно. Нам-то что с того? Нам, русским, что с того? Мы к неграм вообще никакого отношения не имеем. И даже во времена Советского Союза у нас были выступления в защиту негров. Там вот у вас колбасы нет, говорили нам американцы. А мы им отвечали, а у вас негров притесняют или убивают, неважно. Berliner Illustrierte Zeitung, 27-й год, пишет про неудержимый рост негритянского населения в Соединенных Штатах. И вот мы уже встречаем первого избранного чернокожего судью Джорджа в Чикаго, сенатора Роберса в Иллинойсе. Мы слышим о правоверных неграх-евреях, об их 100 миллионах долларов в церковных активах, о 100 тысячах чернокожих студентов, о 13 законодательных собраниях штатов, откуда 72 негритянских парламентария заявляют, есть черные промышленники, есть черные торговцы, есть миллионеры и продавцы оружия с белыми слугами. И для их профессионального роста решительную роль сыграл Алабамский институт, отличная школа торговли и подготовки учителей. Этот институт и созданные по его подобию привели к тому, что в настоящее время в Соединенных Штатах насчитывается 900 тысяч самодеятельных чернокожих фермеров, более 200 тысяч земледельцев и арендаторов. Так выросло их расовое сознание, но американского производства, африканский идеал не привлекает их, они отправляются в Африку как христианские миссионеры. Они учат, что Бог и Христос черные, а дьявол белый. Или как отдыхающие путешественники и охотники. Все это развитие рабов произошло за 60 лет, и это намного быстрее, чем у русских и японцев. Это все цитата была, это цитата, это не его собственные слова. А дальше Розенберг пишет примерно следующее. Это подобно черной чуме, и никто не пытается положить конец расовому упадку белых. Речь идет не о притеснении черных, а о упадке белых. И приобретающим все больший масштаб сражений. То есть фактически расовая война развивается так же, как она развивается сейчас, уже фактически превратив белых в угнетаемое большинство, так как в России русские являются угнетаемым большинством. Но вскоре это большинство будет рассеяно. К середине 21 века, как в Америке, так и в России, государствообразующее большинство превратится в меньшинство. И это будет закат, это будет прекращение государственности, культуры, науки, всего. И крах цивилизации к концу 21 века. То, что мы предвкушаем, к чему нас ведет нынешнее правительство. Кто хочет его поддерживать, пусть идет на выборы. А кто не хочет, тот должен понимать, что это абсолютно чужие для нас люди, чужие выборы. Ну, о другом. И вот мода на негритянство, которая тогда уже появилась в Америке, а теперь она уже и у нас. У нас реклама, даже если я смотрю, например, картинку, не интересуюсь футболом, но бросается в глаза в рекламе матч Нидерланды-Франция, Евро 2021 и портреты двух форвардов негритянского вида. А вот что было. Негритянская опера Джонни играет на в течение долгого времени, опустошает немецкие оперные сцены. Это конец 20-х годов. От хороших постановок даже Дрезден смирился и вывел на сцену негритянское искусство Крейнек. Крейнек – это австрийский, впоследствии американский композитор, который написал вот эту оперу и потом сам очень жалел, что она оказалась очень популярной, потому что она его дискритировала в глазах коллег-музыкантов. Ну, не надо шутить. Вот тем, кто занимается творчеством, не надо шуточки, потому что ваши шуточки могут оказаться очень популярными и потом не отмыться от них. Само собой разумеется, что тролли, кликушеское искусство стремятся сделать нового монстра красивым, надев на него традиционную одежду, чтобы ввести в салоны. Например, мы читаем «Восишетцайтунг», 27-й год. Джаз имеет выдающихся предков. Он происходит из благочестивого дома, потому что его бабушка и дедушка были религиозными песнями, которые американские негры в Америке импортировали со своей родины и после крещения перелицевали в библейские песнопения. В основном это были глубоко трагические произведения, в которых угадывалась тоска по дому, угнетение и сердечные муки. Никто не знает моих бед, никто, кроме Иисуса. Но ассимиляция в США не лишает их африканского происхождения. Часто рудименты изначальных текстов заменены при адаптации, когда речь идет о короле Джубе Иисусе, который некогда управлял Америкой. Это все цитата. Было бы очень желательно, чтобы критик отправился к беззаботным и натуральным африканцам вместе, со своим креником и Джонни навсегда. Ну это такое пожелание. И у нас тоже возникает зачастую пожелание, чтобы все эти деятели искусства, так называемого искусства, так называемого современного искусства, действительно отправлялись куда-нибудь подальше, вместе со своими... Слышите, как кричат, чем-то недовольны черные вороны. Вот такие обстоятельства. Наверное, тем, что я вот здесь сижу. Это было их место, а я его занял. Своей там крышей и своим местом, где даю комментарии к своим книгам. Вот еще раз книга «Болота XX века». Не только об этом здесь. Это очень небольшая часть, посвященная вот такой популярности негритянского, так называемого, искусства. Собственного искусства никакого нет, а есть подстроенные под некоторые негритянские ритмы, негритянскую фактуру, произведения вот этих, так называемых, современных «творцов» в кавычках. Все это продолжается и сейчас, и продолжается в том числе и в России все больше и шире, потому что непопулярно у нас, непопулярно все русское, непопулярно. В определенных кругах, которые контролируют изготовление литературной продукции, я именно так и говорю, это продукция, это не творчество, создание фильмов, создание театральных постановок. Все нерусское выставляется на показ, как норма. То же самое было в Веймарской республике. И вот этот культурный фон демонстрирует глубочайший кризис, из которого немцы нашли крайне неудачный выход, который фактически прекратил их историю, и они из нации превратились в такую большую корпорацию, акционерное общество. И нас ждет худшая судьба, потому что корпорация уже создана другими людьми. Искусство, культура, национальное становление – все это не про нас, все это отнесено к каким-то другим народам, к каким-то другим обстоятельствам и исторической эпохе. Наша же эпоха заканчивается, если мы не встрепенемся и не начнем думать своей головой, поддерживать то, что будет нам выгодно, как нации, которая должна восстановиться и установить в России русскую власть. Слава Руси! Господи спаси! Россия, русская власть! 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 Продолжение следует...